Как обезопасить ребенка на каникулах? Об этом родителям напоминают милиция и врачи. Одни предупреждают о правилах поведения на улице, другие дома. Подробности у Алисы Плаховой. Днем сбегать на пляж, а вечером полазить по заброшке или стройке, прихватив с собой спиртное. Вот они, те самые недетские шалости подростков, которые зачастую заканчиваются, если не трагедией, то серьезными травмами. Взрослым положена за это административная ответственность. Об этом милиция напоминает подросткам. Детям и подросткам, не достигших возраста 16 лет, в ночное время после 23 часов до 7 утра запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. К административной ответственности могут привлечь не только родителей, но и работников клубов, баров и других заведений, которые допустили пребывание несовершеннолетних в ночное время на их территории. Без взрослых нельзя и на пляж. Купаться самостоятельно на речке или озере можно только тем, кому уже исполнилось 16. Не оставлять детей без присмотра родителям рекомендуют и дома. Если другого варианта нет, уходя на работу, следует объяснить детям несколько простых правил. Дети должны усвоить, что нельзя открывать дверь незнакомцам. Даже если человек представился сотрудником коммунальных служб, милиционером или пожарным, ребенок должен позвонить прежде всего родителям и сообщить об этом. Взрослым, в свою очередь, стоит наладить отношения с соседями, которые постоянно находятся дома, обменяться контактами. Так можно точно узнать, что происходит по месту жительства. О правилах безопасности говорят и врачи. Им бытовой травматизм грозит обернуться несчастным или даже летальным случаем. В зоне риска в основном дошколята. Они выпадают из окон, травятся медикаментами или моющими средствами. За последний месяц у нас два было тяжелых осложнения. Дети в возрасте года и 8 месяцев и 2 года и 1 месяц они выпили моющие средства, даже не моющие, а щелочь, которая содержится в очистителе для труб. И при этом состояние было очень тяжелое. Были выставлены грозные диагнозы, химические ожоги в 2-3 степени у одного ребеночка годовалого и у двухлетнего. Вот мы его перевели в кишинек с ожогом 3-4 степени. Менее серьезные, но более частые случаи, когда дети пробуют на вкус батарейки, монеты, детальки конструктора, пазлы и другие мелкие предметы. Случаев, когда они эти предметы глотают, до трех в неделю, говорят врачи. В основном это возраст 2-3-5 лет. Иногда скрепку держат во рту, колпачки от ручки, но это не страшно. А вот батарейка, наблюдают ее, либо удаляют сразу в первые часы, либо если батарейка прошла дальше, покинула желудок в желудочно-кишечном тракте по кишечнику, то просто наблюдают и госпитализируют, потому что оно может вызвать эрозию, перфорацию и серьезное осложнение. Такие происшествия – минутное, а иногда и секундное дело, говорят и врачи, и милиционеры. Взрослый отвернулся, отвлекся, ушел в другую комнату, и ребенок уже в опасности. Именно поэтому так важно присматривать за детьми как на улице, так и дома. Особенно летом. Алиса Плахова, МТСВ.